Сотрудники следственного управления СКР по Забайкальскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух подростков в реке Ингада возле дачного кооператива Мечта. По версии следствия, они утонули из-за того, что были без присмотра взрослых. Подростки утонули вечером 26 июня. Очевидец сообщил спасателям, что они купаются без присмотра родителей, а затем увидел, что они тонут. Попытался их спасти, но было уже поздно. Спасатели начали искать тела детей в 17.25. Прокуратура начала проверку информации о гибели детей. По данным следователей, погибли 14-летний мальчик и 13-летняя девочка. Сотрудники следственного управления по Забайкалью допрашивают свидетелей и устанавливают обстоятельства случившегося. 10 километров дороги регионального значения в Карымском районе отремонтируют за 333 миллиона рублей. Информация о ремонте размещена на портале правительства Забайкальского края. Отметим, что согласно данным портала госзакупок подрядчикам в этом проекте выступает ООО «Забдорстрой». Фирма, зарегистрированная в Москве, а один из ее учредителей – Геннадий Якушевский, которому принадлежит компания «Алерон плюс». При этом «Забдорстрой» также является соучредителем «Алерона». Якушевскому принадлежит и ООО «Лидер» – постоянный подрядчик «Алерон плюс». Стоимость работ, согласно порталу госзакупок, составляет 333 миллиона за 10-километровый участок автодороги. В Забайкалье вернутся вытрезвители, сообщают аргументы и факты со ссылкой на главного внештатного врача-нарколога Забайкалья Олега Дубинина. На брифинге, посвященном Дню борьбы с наркотиками, главный внештатный врач-нарколог Забайкалья заявил, что вопрос о создании вытрезвителей в Забайкалье решен, однако пока не ясно, какие именно ведомства будут отвечать за их работу. Дубинин также отметил, что на сегодняшний день в Забайкалье создана рабочая группа, которая прорабатывает вопрос по ответственному органу исполнительной власти, в рамках которого будет создано специальное место для помощи людям. Напомним, федеральный закон о создании специализированных учреждений для лиц, находящихся в состоянии опьянения, был принят в 21-м году. В феврале 22-го начальник краевого ОМВД Вячеслав Яговцев обратился к главе региона Александру Осипову с просьбой вернуть вытрезвители. Российские рестораны начали заменять импортный алкоголь отечественным. Речь идет о крепких напитках и винах. Как пишет известие со ссылкой на участников рынка, в барных картах пока есть популярные коньячные бренды, но запасы скоро закончатся. В нынешней ситуации зарубежное спиртное может попасть в Россию с помощью механизма параллельного импорта. Однако эта продукция не включена в список товаров, которые предполагают возить таким образом. Эксперты указали, что российский алкоголь по качеству уже не уступает иностранному и обходится дешевле. Однако рестораторы продолжают делать выбор в пользу заграничной продукции. На протяжении 12 лет численно